Игроки вполне способны удивить общественно своими странными поступками, которые понесли за собой огромную череду последствий. А еще, в некоторых случаях бывают не просто странные поступки, которые даже могут повеселить игроков, бывают и глупые, которые были в разы ужасней и заканчивались даже увольнением сотрудников Blizzard. Легендарное вторжение Свифти, которое закончилось печалью и страхом. Дело было в 2011 году. Игроки, уже наигравшись в актуальный контент Катаклизма, искали интересные способы развлечения, которые смог предоставить такой игрок, как Свифти. Свифти, игрок непростой и в свое время успел прославиться многими эпичными и крутыми поступками, особенно играя за воинов. В июле 2011 года он запустил прямую трансляцию, однако она несколько отличалась от всех остальных. Ведь на ней он сделал весьма интересное предложение. Устроить небольшой марш на каком-то сервере World of Warcraft. Это показалось довольно забавной идеей, и собрав на стриме огромную кучу людей, они отправились создавать на американский сервер Оратор персонажей. Персонажи представляли себя хуманов первых уровней. Огромной толпой они отправляли в Штурмград, где начинали активно спамить сообщения в чат. В основном сразу и вторжение с Свифти. Это поначалу казалось весело и безобидно. Ведь что может сделать небольшая группа людей первых уровней? В общем-то да, ничего. Однако, на волне эпичного вторжения, эта группа людей, быстро из нескольких десятков человек, превратилась в тысячу персонажей. Что уже, мягко скажем, было немало. Привело такое нашествие игроков к весьма незавидным последствиям. В том плане, что сервера изобили игроков в одной, как правило, небольшой зоне, начинали лагать. Но это была лишь часть беды. Если игроки, находившиеся неподалеку от Штурмграда, еще могли потерпеть лаги, то вот когда первоуровневых персонажей стало еще больше, и они начали вспомнить еще больше сообщений в чате, то оратор был буквально отключен. Это уже перешло некую долю границ дозволенного. Одно дело просто собираться толпой и веселиться, но совершенно другое мешать определенному серверу. Особенно, если у кого-то в этот момент происходит сражение с боссом, фарм каких-то ресурсов, либо другая активность. Толпу людей уже было не остановить. И после дисконнекта сервера, они отправились делать примерно то же самое и на другие реалмы. А если быть более конкретным, то надо Гирспин, Тихондриус и Саргерас. И по итогу, каждый из них был отключен на некоторое время из-за вышеописанной нагрузки игроков. Тогда, игровые мастера сделали предупреждение, мол массовый ивент это круто, но мешать и крашить реалмы варкафт это уже как-то не очень. Посему, пожалуйста, прекратите это делать. После чего, организаторы столь необычного ивента, попытались несколько угомонить толпу, понимая серьезную ситуацию. Ведь по сути, она задумалась как безобидный марш, который не должен был вредить игрокам. Но в один момент толпа буквально вышла из-под контроля. Попытка Свифти угомонить разбушевавшуюся толпу в какой-то мере помогла, но заедлые спамеры продолжали создавать лишнюю нагрузку спамя сообщения в чат. Раз уж это не помогло, то игровые мастера начали перманентно блокировать самых активных спамеров в чате, в том числе, как один из организаторов под горячую руку попал непосредственно Свифти, особенно для которого, учитывая тысячи часов, которые он наиграл, потеря была весьма немало, мягко скажем. Уже только после этого удалось наладить ситуацию и существенно снизить нагрузку, ибо уже к тому моменту 4 сервера были временно отключены. Через 2 дня Свифти ровным счетом, как и большая часть перманентно забаненных игроков, разблокировали. После того, как админы поняли, что сама по себе акция должна была быть адекватной, лишь точно не имела как изначальную цель навредить игре, пускай получилось все ровным счетом, да и наоборот. Однако, подмечу, разбанили лишь часть игроков. Другая же часть, как затем объявил комьюнити менеджер по имени Башиок, который преднамеренно пытался вызвать дисконнекты, по-прежнему останется перманентно заблокирована. Вызвало это ситуацию, в общем, довольно много шуму и крайней неоднозначности. Часть людей считала, что это была лишь веселая попытка развлечений, и люди просто веселились и развлекались, а банить людей за это, дело весьма дурное. Другая же сторона утверждала, мол, веселье это круто, но когда после попытки остановить заядлых спамеров и толпу не уничали с успехом, они по-прежнему продолжали ломать сервера, мешая ни в чем не повинным людям, даже после попыток свифти их остановить. А это уже за гранью дозволенного. Преступление и наказание. Игровая подписка на World of Warcraft дело, пускай относительно доступное каждому, однако находятся игроки, которые пытаются нарушить правила игры, и пытаются приобрести себе игровую подписку нелегальным способом. Дело было в начале августа 10-го года. Один игрок придумал классную схему заработка денег на World of Warcraft. Он крал реальные кредитные карты у людей, а затем с их помощью, поначалу просто оплачивал себе игровую подписку в Warcraft. Но раз уж его эта моральная сторона не смутила, он решил пойти еще дальше. Ведь деньги не его, а значит тратить их можно как только того пожелаешь. Все начиналось без обидного, но с каждым разом он заходил все дальше и дальше. И в какой-то момент он начал активно покупать разного рода игровые услуги за реальные деньги. Он приобретал всякое золото, которое тратил как в последний раз, и, стратив достаточное количество денег, он начал вызывать некоторые подозрения и опасения. Продолжаться такое, столь наглое действие по краже реальных денег за счет кредитных карт, более не могло. Этим человеком заинтересовалась служба почтовой инспекции США, которая заметила весьма подозрительные транзакции. После чего местные власти смогли следить транзакции по адресу этого столь хитрого игрока. Им оказался 17-летний школьник. Мало того, что он мягко скажем удивил своим поступком родителей, сам того не ожидая последующего наказания следом за преступлением. Ведь кто же мог подумать, что если крать кредитные карточки, этого совсем никто не заметит. Но вдобавок, ко всему этому он не слабо подставил своих родителей. Его родители тоже были непростыми людьми. Как показал обыск, они занимались активным выращиванием некоторых видов трав. Но одно дело выращивать, другое же дело распространять и продавать с целью дополнительного заработка. Чем, как оказалось, и промышляли его родители. В итоге, из-за желания купить золото и сэкономить чуть более 10 долларов на игровой подписке, он, ровно как его родители, попали в не самую завидную ситуацию. Боссы в World of Warcraft порой способны поражать своей силой. Но есть безумные игроки, которые каким-то образом способны их выманить, тем самым убив не одну сотню людей. Особенно, если это не кто иной, как босс из настоящего рейда. Шли обычные деньки в Burning Crusade. Игроки, закрыв кипу контента, отправились покорять новые вершины. А именно, если быть конкретным, новую локацию остров Кельдонас. Который вышел на досуге с выходом патча 2.4. Игроки выполняли дейлики, пвпшили, сражались, а другой же игрок решил несколько отличиться от всех остальных. Игрок начал активно изучать локацию с необычной целью. Найти какие-то уязвимости, интересные места или вообще хотя бы что-то интересное. В итоге, с этой целью он и его друзья более чем справились. И в тот же день на острове бушевал тот, кого ну вот вообще не ожидали тут видеть. А именно, босс по имени Бруталиус из рейда Плато Солнечного Колодца. Рейдовый босс опустошал локацию, не позволяя никому и никак выжить. Уничтожая все и всех на своем пути, не щадя ни игроков, ни мирных NPC. Весь сервер пытался его одолеть, однако все было тщетно. Ибо совершенно никто не был готов к такому столь необычному повороту и такому действу. Но игроки более задавались вопросом, как? Рейдовый босс очутился за его пределами. И начал разрушать все на своем пути. Ибо были всякие лорды казаки, которые были в Штормграде. Или всякого разного рода боссы, которых приводили игроки из дальних локаций с помощью долгого и нудного кайта. И даже были теории о том, что это был такой необычный ивент со стороны разработчиков. Но дело оказалось гораздо проще, чем могло бы. И на самом деле никакой магии там не было. Тот самый игрок, о котором я говорил выше. Просто изучая бескрайние просторы локации Гельданас, нашел небольшой участок. Участок представлял из себя небольшую зону, где находился рейдовый босс. Он был явно не первым, кто его обнаружил. Было бы все просто, если бы этот демон был бы доступен каждому. Но сам участок был огражден невидимой преградой, пройти через которую невозможно. А поэтому сагрить демона было нереально. Но хитрый игрок заметил, что возле преграды находится небольшая каменная балка, вкрапленная в землю. Обычный игрок вполне вероятно ее даже не заметит. Но хитрец решил на нее взобраться и обнаружил, что с ее помощью, если попасть на нужные пиксели, то ее можно перепрыгнуть и подойти прямо к демону. Зная это, и с помощью своих товарищей, они его выманили и привели к мирным игрокам. Которые бренно выполняли обычные задания, либо готовились покорять босса в ближайшем подземелье или рейде. После чего и начался огромный и великий хаос. Справились и ради, как бы это странно не звучало. Но игроки не испытывали особого гнева за такой странный поступок. А наоборот, веселились и пытались пускай и тщетно, но его одолеть. Устроив себе такой необычный ивент. Вскоре про этот баг узнали многие игроки, что привело к аналогичному хаосу и безумию на многих других реалмах. Вплоть до момента, пока разработчики не заметили столь опасную ошибку и ее не исправили. Наверное самый странный, и в какой-то мере позволю сказать глупый поступок, привел к последствиям, которых были вынуждены разгребать обычные люди. Все, как всегда, начиналось с простого. В Варкрафте есть такая штука, как диспел. Диспел это рассеивание эффектов, либо как в нашем случае, рассеивание бафов на врагах. История, в общем, довольно свежая. Жил-был один стример, который брен играл в игру, рассказывал байки, а параллельно этому вел всякого рода активность. Однажды, собираясь пойти в рейд, он собрал огромную кучу бафов. Бафы в классической версии игры могут сильно разниться по сложности добычи. Начиная от обычных классовых бафов, заканчивая мировыми, на получение которых может порой уйти довольно много ресурсов, и нередко может отнять много моральных сил и времени. Но проблема бафов, которые усиливают игрока в том, что некоторые из них можно снять диспелом, что несколько может разочаровать пострадавшего игрока. Стример, не подозревая никакой беды и уже собираясь кушать мощь босса в рейде, наткнулся на не самую приятную личность, которая начала рассеивать всё то, на что он потратил множество сил. И даже погибель столь неприятной личности не решила проблему. И после поспешного воскрешения, злодеяния вновь повторились. Что же в таком случае нужно делать? Обидно, да, безусловно, но эта игра, никто не запрещает правилами игры диспалить человека. Но стример, видимо, думал несколько иначе, и решил написать в техподдержку, с претензией, мол, меня преследует безумец, используя то ли макроссы, то ли какой-то софт. Но где бы я ни был во время стримов, он меня непонятным образом находит. Будьте добры, разберитесь с этим непонятным человеком. К удивлению общественности, с ним выходит на контакт игровой мастер, который, поверив в безумную историю, сделал ещё более невообразимую вещь. Забанил игрока, который рассеивал бафы пострадавшего стримера. Это была фатальная точка, либо точка невозврата, породившая безумное множество последствий. Забанил игрока не на сутки, не на два дня и даже не на неделю, а на целых полгода. Вдобавок к этому, у забаненного диспейлера было 4 учётных записи, на которых он параллельно играл. И которые, как вы понимаете, из-за привязки к IP-адресу, также были забанены. Вызвала эта история много резонанса, так как жаловаться на диспелл с целью забанить игрока, то, до чего ещё, наверное, никто не додумался. Игроки, сделав пост на реддите и подняв на шум эту беспредельную историю, привлекли много внимания, в том числе, со стороны Близзард. Во всей этой истории была лишь одна проблема. Да, когда кто-то тебя диспеллит, а ты потратил много сил, это очень неприятно. Но, как минимум, это не запрещено правилами игры. А как максимум, что вообще стало причиной негодований, это то, что сервер был PvP нацеленным. Где такие поступки, пускай, возможно, и не поощряются, но, по меньшей мере, не выходят за рамки PvP-стражений, где такое действие абсолютно не запрещено. В игре, и особенно на сервере, где главная цель противостоять противоположной фракции, в том числе, в гонке прогресса. Близзард пересмотрела эту ситуацию и вынесла ужасающий вердикт. Забаненный человек будет разбанен, ибо он не нарушал правила игры. Но при этом, игровой мастер, который решился забанить человека за рассеивание бафов, будет уволен из компании. Вот так вот, один обычный рейд закончился тем, что реальный человек потерял свою работу. Стример уже понял всю прекрасную часть отчаяния и последствий, и даже попытался записать ролик, в котором сожалел и извинялся за свой глупый поступок. Но, прямо скажем, это не сильно ему помогло. Тут, безусловно, можно винить и игрового мастера, который поверил нелепым обвинениям стримера, и вынес ужасный переговор. Ну и стример, мягко скажем, не должен был так реагировать, играя на PvP реалме. Вот такие вот безумные поступки, которые могут быть веселыми и эпичными, либо глупыми и ужасными, происходили в релях World of Warcraft и запомнились игрокам на долгие годы. Ну что же, ну а по сути, на этом все. Благодарю вас за просмотр, удачи!